всем доброе утро мы уже проснулись конечно сейчас сколько девять чем-то непривычно так рада вставать знаете но у нас сейчас запись получается чего там надо кровь у богдана сдать и мочу его мочеприемник я утром приклеила вчера вечером мы потестили попробовала что это такое в общем все понятно с мальчиками очень просто но так скажем его приседал не поместились в эту наклейку но в общем-то короче решила что баночку возьму с собой и так как дадим сначала кровь потом дойдем до комнаты матери ребенка где кормят кстати кто не знал в детских поликлиниках есть специальная комната где вы можете поменять малыша ну подгузник ему не его самого и покормить так что и там как раз я перелью все в этот контейнер а потом пойдем прогуляемся и зайдем перекресток я вчера изучил вопрос насчет прикорма и в общем-то купим получается брокколитошную капусту кабачок и буду я сегодня делать пюрешки потому что посмотрел это не так сложно но в принципе это норм бактанов полудреме я его уже разбудила пока одевала вот короче купим овощи и буду сегодня делать самостоятельные пюрешки так что отправляемся еще я кстати наконец-то первый раз выгуляю свой бомбер такой у нас так что все отправляемся пока еще заметила что богдану прям интересный новую игрушку этот игрушка лежала сумки получается так и тут он свою уронил которую из дома я ему это боже она еще есть рук не упускает так прикол то что у нас еще целый огромный пакет просто с новыми игрушками погремушками ну и покупными которые нам отдавали и он их еще не видел это им учет позавчера саша достал грызунок который такой пчелка да вот такие у нас еще беседы разговоры вот и ему так это пчела зашла в общем-то сдали мы кровь взяли у нас кровь из пальчика берет и на то я его начала раздевать и говорю так ничего какая рука господи мамочка из пальчика берется кровь вообще богдан спит обычно в 10 часов как бы дня точнее утра я тоже но сейчас он уже проснулся мы идем за кофе и идем получается вот наша больничка идем за кофе или пойдем с вашим родителям в гости вот просто отправляемся они отличная погода плюс 17 тем более товарищи приходят сейчас мамочка с уточками полет с малюшками брокколи и капуста на 1 теперь останется еще найти кабачки и еще на принципе тут прям красиво я в тело именно перекрестка тоже по сравнению с остальным сессию магазин мне кажется в перекрестке прям все свеженько такое хорошенькое вообще это даже чем-то может и на азбуку вкус пополнен короче мне больше нравится этот магазин чем а сами так хлеб обязательно на завтрак сделано такие йогурты клубника арбуз вообще не пробовала очень много всяких приправ обязательно сушеный приправы для курицы и прикиньте появился ванилин кокосовый я знала только ванилин а кстати там был ванилин мятный и с шафраном но с шафраном что-то он безумно стоил дорого как для ванилина а с кокосом я взяла попробовать для сырников или я не знаю ну блинчики наверно странно будут со вкусом кокоса а вот или оладьи или сырники будет в принципе хорошо и вот такой вот именно ванилин интенсив и чем деле такой вот магия золотой бульон воду это богдану наливать потом значит так ну бананы понятное дело и взяли все для прикорма в общем-то сегодня буду делать прикорм все это сниму вам покажу в общем-то понятно сюда конечно дешевле выходит потому что капуста брокколи вот это вода пачан тут сколько получается 354 грамма за 130 рублей а баночка брокколи стоит 150 56 рублей где 100 грамм а из-за этого час мы узнаем сколько получится взять еще также кабачок получается чем 47 рублей и капуста цветная 153 рубля в общем из всего из этого будем делать сегодня пюре и сейчас принесу еще блендер пароварку от киндер сейчас принесу блендер пароварку от киндер и я сейчас не пользуются я его просила на выписку вот так что сегодня протестируем затестим как она работает что она делается конечно очень интересно будет ли богдан есть вообще в принципе домашнее пюре но самое главное попробует и я вчера изучила полностью этот вопрос ночью другого времени не было и они по цвету даже отличаются в общем я хочу посмотреть как у какого цвета у меня получится пюре и какой цвет ну получается у нас есть все пюре там в баночках в пакетиках так что можно даже будет наглядно сравнить пюре из магазина и пюре собственного производства так что попозже подключусь будем готовить ну и старалась выбирать что-то такое не особо большое чтобы мы тоже смогли это доесть за раз так скажем мы приготовим на наверное на сегодня на завтра и там уже посмотрим будет не будет есть потому что бакдасе все без соли без сахара а нам конечно с солью и с приправами как вот это вот можно есть без соли я не знаю на соли ладно вот как можно есть без приправ я вообще не понимаю их везде добавляю вот в общем такие йогурты вот я не видела такого ванилина очень мне кажется классный будет вкусненько и такая водичка от зеленой линии потому что детскую они чего-то еще не выставили и я рисую такую ему вот у меня такой рубрики наконец-то типа что-то делаю чего типа ты ничего не делаешь так как я так красиво смотрю начинаем кулинарную рубрику давай делами занимаемся так значит вот такая вот у нас пароварка блендер от киндер модель у нас fsg так наконец-то пришел ее очеред вообще записывается вот такая инструкция лопатка в общем то почему я выбрала именно от киндер потому что все остальные которые я смотрела те же от philips или от других известных брендов которые уже давно на рынке они стоили около тридцатки извините я не могу за конструкцию можно дать 30 тысяч она что будет еще сама готовить сама кормить поэтому а это стоило около в районе по-моему пяти-шести ну в принципе по-божески но хотя тоже знаете немало что тут вообще делать то так я прочитал инструкцию значит тут типа блендером там лезвие и тут получается пароварка все откручивается сейчас это надо будет все помыть а вот сюда заливается водичка там металлическая потом подснему поближе но она не достает то есть ее мыть не надо в принципе и еще что самое классное почему я хотела именно вот эту конструкцию они например до готовить мультиварки есть также режим пароварки потому что тут до рассчитано что вот ну на один на два приема пищу можете приготовить и то есть да тут не такая большая так скажем конструкция и так по мощности значит 300 ватт написано что первый раз надо пропустить без продуктов так что тут написано время перейти время блин а насколько написано давайте на минут 15 а сюда надо вот водичку залить 200 миллилитров я помыла все заблокировали лучше тоже помыла заблокировали принципе интерфейс довольно понятен так тут что у нас 15 10 15 25 30 короче максималка 36 вот это за значок все не знаю ну давайте ладно 20 минут пока как раз помою овощи нарежу их на соцветия так что еще погнали а чё как просто нажмите кнопку старт а чё началось что-то и кстати приготовление продуктов на пару сейчас вот это почитаю пока что как раз и даже целая инструкция есть чего сколько варить ничего даже можно фрукты варить ягоды типа делать фруктовые пирожки мясо рыба классно дела такие это порезала это порезала это я ставлю на ближайшие дни значит брокколи обязательно замочить вот оказывается такой вот серьезная штука сейчас наполнится водой классно красивая а почему-то не прям такая-то вкусная бачок нарезала кабачок будем готовить вот тут вот так как тут нельзя прям в общем тут 70 процентов должно быть загруженности поэтому первым делом сделаем там кабачок капусту значит тоже сейчас мочила сейчас потом солью постоит значит капусту варю в кастрюле потому что был целый качан и нам на ужин тоже пойдет капуста сделаю ее в кляре вот а богдана получается пирожку тоже туда помещу часть капусты после кабачка так что такая вот красота у нас тут вся зеленая история но тут прям прикольно развлекаемся о чем тратишь в каком-то в каком-то в каком-то в каком-то в каком-то на это вот 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 я все засыпала Получается, это половина кабачка 200 миллилитров воды Богдан у нас все подтверждает Вот так вот Ага, тут у нас кипит капуста Получается, вот если вы разделите На такие соцветия То где-то 8 минут ее водите Я поставила таймер Потом будем смотреть, мягкая на немягкая И получается Сделаю часть вот в такие Я не знаю, сколько, конечно, останется у меня этого пюре И, в принципе, да, хотела определиться Значит, так я тут все организовала Вот так вот металлическую Заказала подставку Сейчас еще хочу вторую уже Такую заказать вот под эти тарелочки И под салатники Суповые Так неудобно будет хранить Вот Так что очень хорошая Она металлическая И прям единая, сплошная И вот тут вот такие, получается, два детских контейнера Тут бутылочки молокоотсосу такие вот Очень хорошие Богдать Ну, ёпурусу ты Можно мама поговорит? А потом ты Короче, тут еще один блогер растет И решил тоже поговорить Вам все рассказать В общем, такие классные ершики Кстати, молокоотсос тоже от Kinder И прям прикольный Ребенок И такие бутылки Ой, банки Господи Сейчас я их стерилизую И закрою Да, вот так вот Богдан В последнее время делает Да И тут, получается, снизу Вот такая вот подставка Под сковородки Под крышки И, в принципе, это все поместилось В общем, короче, да Понятно, да Я пошла банки стерилизовать Сто ребенок мне не даст Мои договорить И что ты молчал? Богдась Ты будешь разговаривать? Разговаривай Алло Это не ты, да Я кричала Куда ты его так сделаешь? Да и он Штатив его накрывает Могдась Сегодня молодец Выдержал кровчик Ой, кровчик Господи Кровь с пальца брали Да Батузик Капуста Все, отварилась Мягкая Без соли Без специи Ну, кстати, попробовала Довольно-таки даже вкусно Хотя, мне кажется Без соли я никогда не ела Штативную капусту Еще достала такую посуду для прикорма У нас получается два таких силиконовых наборчика Так получилось, что нам два подарили Один вот такой вот голубенький И один такой песочный, морковный, я не знаю, пудровый В общем, помою сразу две тарелочки, чтобы есть что-то стояло на запас Уже детство откуда появляется Кабачок у нас приготовился Ну, в принципе, 20 минут, наверное, достаточно Он довольно-таки мягкий такой, рассыпчатый Ну, да, хорошенький Значит, из этой чашки мы теперь Все пересыпаем вот сюда Вот Там чуть водички было, но ничего Потом, в принципе, надо будет посмотреть Ну, достать... Ой, куда это ты? Ага, то есть... А, вот это, наверное, надо снять и повесить сейчас И вот это, это оказывается Вот это вот овощи резко Нажимаем старт Ладно, хватит Ну, и, конечно, можем уже наблюдать, что оно прям ярко Такой зеленый цвет А остальное сейчас остынет и в банке Иду, иду Все, а сейчас будем еще есть Ну, короче, если бы вот это я досыпала бы сюда То получилось бы с половины кабачка То есть вот такая-то одна баночка Вот такая вот Ну, не прям Ну, наверное, как из банки, не знаю При этом я не добавляла воду Это чистый кабачок Пробовать Сама лично тебе готовила Давай А Ну, что? Другой кабачок Тебе нравится? Ты видела мои волосы? Еще Давай, Вашка Опа Опа А А Вкусно А капуста Во вердикт А А А А А Дэсь, ну, ты там зачем? Похлопа мне Очень дайте покупную ну-ка я не поняла сейчас я готовила ты уплёнуешь богдась а покупную разогрею ну и чего не нравится давай я готовила едим ну как распробовал ты просто не понял да сразу скажем через пробовал я вкусно как мы можем наблюдать то цвета пера совершенно другой вот это вот кого-то яблочная прям такой свет зеленый такой салатовая а это прям белая это кабачок от чуная капуста прям белая а из когда она в баночке покупной они вообще похожи они отличаются только чуть-чуть по запаху в общем из чуная капуста лучше дела обстоят две такие баночки полные тут чуть-чуть и богдасе поел еще вот так вот тиньс тиньс Взюх! 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 Тебе нужен телефон? Ну все, Магдасик заскучился. Не соскучился? Теперь мое время. Так что все, идем купаться и выкладываться спать. Да? Еще молодец! Завтра поедем на УЗИ. Так что все, всем до завтра! Пока-пока! Куда ты? Ай! Полегче! Что ты там делаешь? Человек играл, играл и устал. Моя лапа. Молодой человек! Вы проснулись, лежите себе спокойно. Часочек поспал. Нормально тебе? Готов спать в любых условиях? Ты мой красавчик! Ну все, давай просыпать. Сейчас пойдем. Ой, нам тебе еду достать. Да, чтоб она погрелась, пойдем кушать. Дай. Ты моя мужчинка, ты моя лапочка. Ты ты-ка красивый. Богдасик красивый. Красавчик. Красавчика не меньшая. Дай. Всегда помню об этом, что ты самый-самый-самый красивый. Ты моя лапа. Где твой зайчик? Встать ему в последнее время. Он от этого зайца, алло, он просто с него кайфует. Он научился менять вот тут громкость. Он как-то случайно один раз покрутил и запомнил, что собственно говоря, куда надо тыкать. И вот так вот ее стучит и она там же цвета определяет. А ну что, зарядка кончилась? Фиолетовый. Классно, фиолетовый. Опа, чей-завец. Ой. Ты мой. На. Вот это самые беседшие песни. А еще, я не знаю, может только у меня так, но вот эта вот песня мамонтенок, когда начинает играть, у меня прям ком в горле. Я не могу ее спокойно слушать. Я не понимаю, почему так. Классный галец, да? Классный? Всем доброе утро. Это следующий день. Это утро. Это котец какой-то. Мало того, что я пыталась собрать в мой приемник его анализы, чтобы знать. Я вчера, как мы поняли, это, да, у нас не получилось. Сегодня я могу сказать, что это опять тоже не получилось. Я называю мочеприемника. Полетели, да, сами понимаете, в чем мусорку. Обычно он утром один раз ходит по большому столету. Тут ему присутствовало два и два раза именно тогда, когда этот мочеприемник был. Утром, когда он первый раз встал в 7 утра и такая, о, класс, пойдем подмоемся. Сейчас, типа, это все приклею, как раз и берем анализы. Что вы думаете, он написал кровать, пока я его расстевала. Я такая, боже мой, ценный материал это надо было в баночку багдать. Ну, в общем-то, потом еще два раза я клеила мочеприемник. Это все безуспешно. Короче, я уже плюнула. Сегодня мы это уже точно не сдадим. И, короче, на неделю потом может доведем. А еще, вообще увлекательно, так как у нас сломалась машина, то мы должны были поехать в больницу на каршеринге. Каршеринга нет. Вообще в округе нет. У нас тут что-то делимобиль и белка. Нигде нет машин. В итоге позвонили Сашему папе. Он должен сейчас уже подъехать. Но самое прикол, потому что, ну, мы уже на минут 10, наверное, нападливаем. Но так как она у нас уже смотрела Богдана на УЗИ, поэтому я думаю, что она примет нас. Ну, в общем, утро не сдалось так точно. Хотя я-то вроде в 7. Я даже накрасилась, поела спокойно. То есть, ну, поработала, посидела. Смонтировала даже обложку под влогом, который вы вот сейчас уже смотрите. Потому что сегодня 17 мая. 17 мая. Ну, короче. Потом приедем, в общем, с УЗИ. УЗИ у нас и нейроскопия. Вот. Как уже приедем, потом пойдем на Озон. Там пришло очень много Богдану вещей. Ну, прям очень много. Ну, нормальный новинок. А также и брендовых. Так что посмотрим, какое там Кать. Что там вообще да как. Вот. Пока что идем. Надеюсь, что я динамику рукой не закрыла. И все, что я сейчас наговорила, это нормально слышно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти вот улицы, вот эти вот самые красивые. И тут вот такие скворечники классные. Все насажали, что-то тут наделали. И там очень много всего высадили. И вот тут. Ну, тут уже, правда, вон, все тюльпанчики отсвели. Но было очень-очень их много. А там вот даже поставили такие добылки, как называются, к Пасхе. И пиончики сидят. Что там пионы? Самые пионы, это пионы. Я не знаю, что. Лучше них ничего нет. Мы вернулись от врача. Сходили мы на УЗИ, она нас приняла. А все, отлично. Мы как раз поднимаемся на этаж. И там никого не будет. А, Макулам, подожди. Он такая, давайте-давайте. Все, в общем, посмотрела. Там в голове у нас, получается, уже была у Богдана небольшая киста. Это еще, ну, с рождения. Вот. Но она все рассосалась еще месяца два назад. Но мы все равно, как бы, я напоминаю УЗИ-сту. Мы проверяем еще, смотрим, контролируем. Ну, все, положительная динамика. В общем, ее больше нет. И ножку, получается, правую он постоянно напрягал, потому что его отворачивали от монитора. А ему было интересно, что там. Ну, в общем, она сказала, что она, получается, наоборот, медленнее развивалась, чем левая. Но, по итогу, она, почему-то, впервые начала гостинеть. Вот. Так что все отлично. Поэтому сейчас еще погуляем и пойдем домой уже готовить обед. Ну, значит, попытка номер два. Я смешала, значит, брокколи. Ну, он прям в восторге. Распробовал домашнее пюре. Вкусное? Лучшая реакция, Магдай. Дай. Тебе понравился микс, господи, даже ложки кидай. Давай еще положим тебе. Давай. Ааа. Ааа, молодец. Куда? Сейчас все упадет. Давай. Хопа. Ааа. Вкусно, дай? Тебе нравится? Ааа. Ой. Ты доволен. Сходили, в общем, забрали на Азуан к лосковым врачам все наши посылочки. А, еще также зашли в этот, господи, как это называется. В общем, ну, в общем, мы возьмем такую палату. Покупили молодой картошку. Потому что у нас на ужин сегодня будут толбасские грибы и картошечка. Ааа, и купили попробовать, на пробу взяли абрикосы. Пахнет вкусно. Как на вкус будет, непонятно. И вот такие вот нефтаринчики. Тоже мягкие пыталась. Но пахнет уже прям вот лето. У нас сегодня плюс 18. Красота. Так, и что, в общем-то, тут одежда. Но одежда я покажу, когда вот мы сейчас пойдем вечером за второй посылкой, за второй частью. Потому что сейчас пока не пришло. Кстати, в Азоне вот так вот все это приходит. Вот я заказала, получается, каши от Nestlé. Потому что были какие-то безумные скидки. Так как я зашла... Ну, вчера вот были в перекрестке то, что я делала распаковку. И я обратила внимание там на каши. И каши стоили вот эти вот от Nestlé. 280-250 рублей. Ну, короче, по 300 рублей каши. Я такая, чего? В общем, и на Азоне очень частенько бывают акции. В общем, что там эти каши по 110, по 150. По 110, ну, что такое. Ну, намного дешевле, в общем-то, чем они в магазине стоят. И так как, да, получается, по поводу прикорма Богдан ест сейчас кабачок, цветную капусту и брокколи ему прям хорошо зашло. Ему это нравится. Да, он подтверждает, как вы слышите. Кстати, сегодня я ему давала пробовать то пюре, которое я вчера ему делала. Ну, сама, получается, вот в пароварке я уже убрала отсюда. И сегодня ему зашло. Вчера, по поводу, просто он переел, я не знаю, передегустировался. Я уже не хотела есть, так что ему понравилось. Но выгоднее это или не выгоднее, не знаю. Но точно полезнее и вкуснее, это да. А там решать каждой, да, маме по-своему, будет ли она готовить или будет она, да, покупать баночки. Тут уже по своему желанию. У нас баночки есть, они остаются. То есть, мне кажется, при экстренной ситуации или когда нет времени, когда запаркает, когда некогда готовить, то почему бы нет. Я не думаю, что я буду прямо на постоянке готовить только самостоятельное пюре. Ну, не особо я прям вижу в этом такой большой, знаете, смысл. Как бы если будет время, если будет возможность, то да, и приготовлю. Если я буду понимать, что я не успеваю, я не буду из последних сил там ночью, да, вообще раз ночью, стоять и месить это пюре, как бы, ну, но не моя история. Поэтому, в общем-то, следующее, чего вводится, получается, морковь и тыква, потом уже фрукты. И как раз заказала, получается, каши. Первые вводятся безмолочные, потом молочные, а потом там уже дальше с добавками, с пребиотиками. В общем, эти списки, да, там лица есть в интернете, можно набрать, да, посмотреть, как, что вводится. В общем, первые каши безмолочные. Я купила, вот, получается, овсяную, гречневую и кукурузную. Все от Настле, и это вот первая моя каша. То есть это все для первых. И еще одна из первых, это идет, получается, рисовая. Рисовую мы купили с мамой еще в детском мире до этого. Она тоже идет безмолочной, но это от фрукта-няни. Поэтому начнем мы вот с этих каш. В общем-то, такая вот история у нас с кашами. Тут нет нигде в составе сахара. Я не понимаю, как вот, да. Я надеюсь, что, в принципе, зайдут вот эти вот каши. Но, не знаю. Надеюсь, что на этих остановимся. Потому что от флюр-алепин, наверное, правильно я выговорила, ну, конечно, дороговато, 400 рублей, там, ну, да, по скидке. За кашу, ну, не знаю. Не готова. Я себе, конечно, не покупаю за столько. Поэтому, правда, нянь, Настле, и то, да, она вообще-то в магазине беззасто стоит 10-10 рублей. Это по акциям стоит 110. А кто знает, да, когда вы ее купили? В общем, не вижу я смысла прям так тратиться на это. Потому что составы все хорошие. Фирма хорошая, проверенная. Смысл переплачивать. Не знаю. В общем, опять выбор, да, у каждого свой. В общем, с таких кашек мы начинаем. И заказала такую вот салфетницу, получается, на стол, на кухонный. Сейчас я ее распакую, положу на салфетки. Да, возьму Богдана. И мы вам покажем, как это выглядит все на столе. Как она открывается. А, вот так вот. Очень классное дерево. Хорошие. А, и, конечно, помыть сначала. Иду, моя бусиночка. Красота. Такая вот салфетница. Вот сюда вот. Еще я сюда ищу, получается, искусственный цветок гортензию. Так. Если вы заказывали, и в хорошем качестве пришел, напишите мне, пожалуйста, артикул. Потому что я смотрю, мне что-то не нравится по отзывам. Какая в итоге гортензия приходит. Потому что это все-таки живое. Он не всегда тут будет стоять. А я хочу гортензию почему-то. Нужна мне вот сюда вот какая-то, знаете, легкость. А ее нету. В общем, помыла нектаринчики и абрикосики. И вот такая вот салфетка. Все очень классно. Мне прям... Ой, салфетка. Салфетница. Классное дерево. В общем, за свои деньги улет просто. И еще самое классное, что вот это вот. Они одинаковые. То есть такие, знаете, серый, затемненный. Так что очень довольна я теперь вот этой зоной. В общем, игрушки можно не покупать. Вы покупаете просто влажные салфетки. А вы их обязательно не покупаете. В любом случае, когда у вас появляется ребенок. Еще больше. Они лежали вот тут. Он их схватил. Перевернулся вместе с ними. И теперь ползает по кругу. Лучшие салфетки. Тебе очень нравится? Я пыталась их отбирать. Это безуспешно. Просто нравится салфетка. Отправляемся на террасу готовить наш шашлык. Маслык. В общем, картошка. Замариновала опять вот в такой приправе. Это получается от маги, по-моему, она. Да. В общем, такие вот колбаски для жарки. И тут будет салатик с майонезом. Там огурчик, помидор, морковь и айсберг. Вот. Так что отправляемся на террасу. На электрогриле. Будем все вот это вот жарить. Ну, кроме салата. КОНЕЦ КОНЕЦ